Как вы думаете, где после окончания хоккейного сезона в Национальной хоккейной лиге, можно встретить олимпийского чемпиона, чемпиона мира, обладателя Кубка Стэнли в составе Нью-Йорк Рейнджерс Алексея Ковалева. На гавайских или канарских островах? Нет, не в жизни угадаете. А встретили мы его на базе отдыха «Голубая гавань» сборочно-кузовного производства Ворсского автозавода. Прилетев из Нью-Йорка после трудного и напряженного сезона, Ковалев решил отдохнуть и набраться сил в живописнейшем месте Усинского залива на базе самого, пожалуй, спортивного директора Усинского залива Виктора Румянцева. Леш, как ты оказался здесь, в «Голубой гавани»? Не знаю, я, во-первых, приехал только вчера, и мои друзья просто меня пригласили. То есть они приезжают сюда, они уже три недели здесь, и вот приезжают иногда домой. И как раз попали на то время, когда я только прилетел из Москвы, и взяли меня с собой. А как ты думаешь, вот как ты оцениваешь, как ты удачно или неудачно провел нынешний сезон? Я очень рад тому, что я приезжал сюда, я играл за «Ладу». То есть я очень получил большое удовольствие поиграть за команду, которую я никогда в жизни не играл. То есть уехал в 14 лет и только вот первый раз играл за свою команду, перед своими зрителями, и я очень был счастлив. И потом уже, когда начался сезон, то есть мне уже какой-то дух именно немного дало то, что я поиграл в своей команде все-таки, и уже, можно сказать, как бы с новыми силами, то есть уже вступить в свою игру, то, что мы показываем в НХЛ. Ну, я считаю, конечно, если судить по игре, я неплохо отыграл сезон, а если судить по голам и по ассистам, то есть по очкам, то я считаю, что нужно больше это делать, то есть забивать больше и отдавать больше. То есть если ты можешь, нужно делать, показывать это. Леш, в своей книге «Путь к успеху», которую написал твой отец Вячеслав Петрович, она издана в Нью-Йорке, вот там написано, что второе твое такое серьезное увлечение спортивное – это баскетбол. Это правда? Ну, я занимался, когда я учился в школе, я вставал в 6 утра и шел у нас в школе, был баскетбол в секции, вот. В 6 утра вставал и занимался час баскетболом, потом шел в школу, то есть мне нравилось это, но в какой-то момент, то есть я, может, год занимался, и в один прекрасный момент какое-то что-то пришло мне в голову о том, что в баскетболе будешь очень высоким, и пришлось закончить. Я бы боялся, что я очень длинным буду, вот. И поэтому я закончил баскетбол, но так, конечно, я люблю играть, так играю часто. Вот у меня в связи с этим предложение. Давай все-таки мы с тобой пробьем штрафные броски, у кого лучше получится. Давайте. Хорошо. Ладно. В общем, поспорили мы с Алексеем, кто лучше пробьет штрафные броски по баскетбольному кольцу. И вот здесь-то мы нанесли ему сокрушительное поражение, забив 8 из 10, на что самый именитый хоккеист Ольятинского хоккея ответил только тремя удачными бросками. Ну что ж, Лех, я тебя поздравляю. Спасибо большое. Надо в баскетболе совершенствоваться. Каждый, всему свое время, как говорят американцы, take it time. Вы знаете, а очень приятно, когда служба информации Самарского телевидения обыгрывает обладателя Кубка Стэннели, игрока хоккейной команды Нью-Йорк Рейнджерс, Алексея Ковалева. Кубка Стэннели Субтитры создавал DimaTorzok